Так, ребят, по поводу Юры. Многих волнует этот вопрос. Как я уже сказал, сейчас нужно осторожнее какие-то вещи говорить, потому что к ситуации пристальное внимание и от органов, и от прессы, и много еще от кого. Удалось найти людей мне, которые помогают Юре в этой ситуации, которые ему там организовали адвокатов, которые плюс-минус на связи. Насколько я сейчас узнал, вот как раз отходил новые новости, слушал подробности, мой привет ему передали. Вроде как он сохраняет определенную бодрость духа. Пока непонятно, ну, то есть сейчас он там находится в СИЗО, и вот, я так понимаю, возят на допросы, что-то в этом роде происходит. Пока непонятно, где там будет он находиться эти два месяца конкретно. Вот. Но, насколько я понял, условия не самые... Ну, он не упал, короче, духом, не отказала у него там печень-сердце, за что я переживал. То есть, ну, условия не самые худшие. Опять-таки, не могу говорить подробностей. То есть, если я там скажу сейчас, что у Хованского все отлично, он там стал авторитетом с прозвищем «Царь Большая Елда», то, ну, это услышит кто-нибудь и скажет, что это он там у вас забавляется, да, в СИЗО, и начнут его там попускать. Нафиг это надо? То есть, я не буду говорить, что там у него прям все замечательно, или что у него все там совсем плохо. Скажем так, нормально. Вот. Будем ждать, как будет развиваться ситуация. По поводу самого дела. Я не буду сейчас там относительно обвинения там говорить, там высказывать какое-то мнение относительно того, что он сделал. Относительно самого дела я поговорил со своим юристом, со своим адвокатом. Он сказал, что, ну, то, что он видит, как бы, со стороны выглядит не лучшим образом, потому что, ну, обычно нежелательно вне присутствия как раз-таки адвокатов во всем там признаваться в лоб в таком формате, потому что лучше, конечно, делать это уже при адвокате и при следователе. То есть, вы имеете право не свидетельствовать против себя при задержании. И, если отвечать, то отвечать односложно. Потому что, ну, вы видели, наверное, что Юра признался не только в том, что он исполнял эту песню, но и в том, что, соответственно, вкладывал в нее какие-то вот эти смыслы, в которых его обвиняют. Да, лучше было бы, конечно, просто признать, что он исполнял эту песню, но там имел в виду что-то иное, и там уж дальше с адвокатом решать этот вопрос, потому что статья очень жесткая. И теперь, когда есть признательные показания и все остальное, ну, остается лишь надеяться, что очень плохой признак всегда, когда человека не выпускают под подписку. Увы, это всегда очень плохой признак относительно того, что будет на суде. То есть, если не будет каких-то соскоков по срокам давности, не будет доказано то, что там эта песня пелась когда-то давно, то приговор может быть очень жестоким тоже, увы. Ну, я надеюсь, что все обойдется, что юристы отработают и что будет какое-то, ну, не слишком жестокое по отношению к юрии решение. Но я могу и понять, почему все так взбодоражились и взъелись, потому что, ну, с точки зрения нормального человека, конечно, не все из спетов, я бы даже сказал, все недопустимо. Вот. Ну, то есть, поставьте себя там на место какого-нибудь не знающего, кто такой хованский человек и подумайте. Поэтому посмотрим, посмотрим. Будем ждать. Как только будет возможность какая-то, сразу отправлю там письмо с поддержкой, все, что пока могу делать. Вот. Я прям, конечно, тоже, как и все, нахожусь в шоке, но посмотрим. Остается только набраться терпения, ждать, как будут развиваться события. Пока, я так понял, могло быть, ну, хуже, конечно, вряд ли могло быть, потому что человек на тюрьме находится, но вроде как главное, что он сам в порядке. Вроде жив-здоров. Ну, это не может не радовать, что я реально переживал, что может прям вообще что-то непоправимое случиться, с участием его состояния, с участием его настроения в последние недели и все остальное. Ну, ладно. Не будем сейчас разводить демагогию дальнейшую. Будем просто ждать новостей каких-то и смотреть футбол. Ребята, это все, что я могу предложить, поэтому... На самом деле, меня не сильно удивила эта картина. В гостях у Хова я всегда был в ботинках, так сказать. Но мне очень больно было, прежде всего, ну, типа, от его состояния... Если бы он мне... Просто вот он за неделю до этого уже начал писать, что он там умирать, собрался, он какой-то мертвый в скайпе пишет. Я говорю, ты что, хуйту как-то уже несешь, что он будет приходить ко мне и смотреть, как я мастурбирую там и прочую херню. Я говорю, ну, типа, в виде призрака, я говорю, что ты несешь. Причем, с ним общаешься, и он обычный. Ну, вот реально обычный. Он не заплетается язык. То есть, я помню, когда у отца, у моего, у него лучший друг тоже, к сожалению, спился. Так получилось. Вот. И не удалось его спасти. Никакие нарувоучения, у кого есть алкоголики там в семье или среди друзей, понимают, что это бесполезно. То есть, ну, невозможно никак справиться. Поэтому алкоголь это зло. Соответственно, вот тогда я хотя бы понимал, что у отца там друг, он постоянно, он уже там, ну, лыка не вязал, грубо говоря. А Хованский говорит, как обычно, с ним стримы проводил. Ну, то есть, мы там два или три эфира провели с этого момента, когда у него уже был запой и депрессия. Я и знать не мог, он же не делится, как бы, такими вещами. Я бы, конечно, ну, я не знаю, чем бы я ему помог, конечно, но постарался бы. Я думаю, что он бы единственный раз за последний год там выходил из дома, только когда я приехал тогда брать его боска снимать. Но я бы приехал тогда еще раз, не знаю, там. Ну, блин, тяжелая, конечно, ситуация очень все это. Доброго вечерочка, дорогие друзья. Ну, что же, приветствую вас всех на большом спортивном празднике. Это чемпионат Европы по футболу 2020. Да, мы с вами живем в 2021 году, но так как наша жизнь в последнее время изменилась, из-за знаменитого коронавируса, про которого даже пел пророк Санбой, чемпионат Европы перенесли на год, но название оставили старым, потому что в 2020 году он не состоялся. И сегодня будет открытие, а также матч этого самого открытия. Я только вернулся с отдыха, поэтому, собственно говоря, не особо готовился конкретно к этому матчу. И в результате я позвал парочку сокомментаторов. Один будет за, так сказать, эмоциональную составляющую отвечать, а второй будет, так сказать, эксперт. Так вот, я решил, будку отъел на отдыхе. Согласен, согласен, поправился на 5 килограмм, но ничего не подъел. Кто ваш фаворит на этом Евро, дорогие друзья? Александр, скажите ваше мнение. Я думаю, что либо Италия, либо Бельгия. Я в тему Италии еще хотел бы сказать, что у них при Манчине 25 матчей без поражений подряд с 2018 года. То есть они вообще не проигрывали. И последние матчи без пропущенных мячей, 8 штук. А своего фаворита я, пожалуй, не буду называть, потому что если я пришел на правах эксперта, он будет... Давай посмотрим первый матч команды. Ну, я считаю, что Манчине, во всяком случае, когда я еще плотно интересовался европейским футболом, Манчине был одним из самых бездарных тренеров, которых я вообще видел. Он тренировал тогда Интер, несмотря на кучу побед, которые были после кальча поля. Ну, абсолютно ужасные результаты демонстрировал лиги чемпионов. После этого с Манчестер-Сити еле-еле там с безумными деньгами что-то цеплял. Потом в Зените позорился. И вот 25 побед подряд. Я думаю, что Италия провалится на этом чемпионате. Вот такой у меня прогноз. Потому что здесь все-таки, ну, не может быть такого. То есть я не видел ни одной игры сборной Италии из этих 25. Но я всегда помню, что у Манчине был блевотный, отстойный футбол. И я не могу поверить в то, что, ну, это изменилось. То есть вот я снова смотрю матч сборной под руководством Манчине. И я уверен, что я увижу все то же самое. И Турция выиграет сегодня 5-4. 5-2. Ты знаешь, Манчине себя дискредитировал полностью, когда я его садил на скамеечку бомбардира нации в Зените. Так что я совсем перестал бы уважать после этого. Это позор. Самый настоящий у нас, возможно, таких игроков, как Дзюба, не было со времен Стрельцова. Человек просто не разглядел на нем потенциала. Это, ну, просто совершенно не солидно. Начинает церемония открыть. Но какая-то там, конечно, не впечатляюще чувствуется вот эта тема. То, что все-таки... Постковидная. Да, постковидная. Да, и ты прям у меня с языка снял. То есть и стадион какой-то с проплешинами. Открытие совершенно... Представь, что открытие было бы у нас в России. У нас бы здесь прыгали акробаты, там, медведи на велосипеде ехали. Там вот это все. Было бы потрачено 6 миллиардов долларов. А здесь, ну, подняли каких-то... Главное, чтобы там тросы крепкие были. Подняли каких-то этих барабанщиков куда-то. Я не знаю. Я бы Джейсона Стэтмена на какой-нибудь гоночной машине с винным дизелем заставил кататься по стадиону и прыгать с машины на машине. Да, это хороший вариант. Это, во-первых, всегда много денег собирает. Во-вторых, привлекает внимание зрителей. Все мы это знаем. А вы знаете, что есть, между прочим, в Англии стадион, который является анаграммой имени дочери Луиса Свареса? И тот, кто назовет этот стадион в чате сейчас, получит модерку. Все. Да, есть правильный ответ. Один из душнейших чуваков, причем, выиграл модерку. Поэтому мы ему бан выписываем вместо модерки. Ну, ничего страшного. Послушайте, Илья, вы вот спросили нас о фаворите, а сами-то ушли от ответа. Кого вы считаете фаворитом турнира? Я считаю фаворитом сборной России, конечно же. Вообще, я буду поддерживать несколько сборных на этом турнире. Это сборная Шотландии, потому что один из первых чемпионатов Европы, которые я смотрел, я помню, что там шотландцы играли, и потом они вообще нигде не играли. Поэтому как-то мне вот хотелось, чтобы они снова куда-нибудь попали. Потому что я помню, там прикольные истории были про вратаря, который перед чемпионатом Европы в Тенерифе проснулся пьяный. Энди Гором его звали, по-моему. А чемпионат был в Англии. И он за три дня до турнира начал добираться быстро в Англию из Тенерифе. А как в итоге он сыграл? Не помнишь? Не знаю, по-моему, выгнали и очислились спорты. Не, Шотландия проиграла всем там с позорными счетами. Гаскоин красивый мяч забил, по-моему. Вот. А так, ну на самом деле, мне кажется, что по-прежнему Франция имеет наилучшие шансы. Не знаю, почему нет. Почему нет. Последний шанс, кстати, для бельгийской сборной что-то показать, потому что всем лидерам уже под патрицатнику и, скорее всего, уже потом тяжеловато будет реализовать свое золотое поколение бельгийцами. Мне, кстати, привезли ноутбук, ребята. Я потом покажу его фотки. Не всем повезло играть с Алиной Рим в первом раунде. Ой, ладно. Не надо тут. Кто жеребьевка-то проводил, я не буду рассказывать. Продавать я его не буду. Он мне понравился. Я его на майнинг поставлю. Там, типа, я посчитал, на нем можно майнить 7000 рублей в месяц. Не знаю, надолго ли его хватит. Вообще, я думаю, как сделать. Я думаю, свой основной компьютер тоже под майнинг. И тогда получится у меня около 20-25 тысяч рублей в месяц. А стримить с помойного компьютера и просто купить какую-нибудь консольку. Ну, или PlayStation Pro просто взять и сидеть и играть. Какая разница? Поставить кресло, телевизор повесить. Ну, короче, такой план. Буду майнить и получать пассивный доход. Так как мне, ну, бесплатно досталось. Хороший план. Хороший план. У нас очень опасная итальянская атака. Можно было направо сыграть. Вместо этого очередной дальнего удара бездар. Удар! Но он нравится... Нравится Санни Сигалу. Поэтому я еще раз... Это НДД. Даже в эту кнопку она мне нравится. Ой, хорошая передача. На правом фланге прострел в свои ворота забивают турки. Да! Первый гол на чемпионате Европы забивают турки в свои ворота. Ну, недоволен турецкий тренер. Ну, что поделать? Надо что-то придумывать. Ты знаешь, мне кажется, это один из тех тренеров, кто вообще, ну, всегда недоволен. То есть... Что-то перешло. Да, да, да. Ну, вы даете черчес в тренер. Так. В атаке на Италия. Ну, поймем на нас. Туфан, да. Туфан, она Айхан. Извините, смотрите, как красивый Айхан. Мне еще двойная. Людей турки очень нравится. Как брат вратаря. Знаешь, типа, такой же красавец. Не, ну, турки прям реально... Есть красивые турки. Ничего с этим не могу поделать. Только я считаю самым красивым футболистом. На поле сейчас? Нет, вообще, в принципе. Себя можно называть? Или из профессиональных? Да, профессиональных. Ну, Дзюбу, конечно. Так, ну что ж, у нас здесь снова атака по правому флангу. Герарди опять с мячом. Отлично увидел. Оик спасает вратарь на добивании 2-0. Рама, а этим еще надо. Ну, видишь, Манчини шарит. Понимает? Понимает, что идет. Ну, я не знаю. Он же не совсем уж профан какой-то. Я пытаюсь влюбить тебя в него. Не-не-не-не-не. Бездарный тренер абсолютно. Ну, ладно, может быть, он действительно такой вот и нужен на уровне сборных. 26 матчей без поражений так. Да-да. Блин, это все время череп и форму проверяю после того, как потрогал голову Гитмана. А что такое? Да, у него вмятина такая от наушников на голове. Это жесть. А почему ты вообще трогал его голову? Да, вот и сверху, где вот этот ободок. Да-да-да. Прям реально. Оказывается, череп довольно мягкий. И вот такая вынька получается, если долго сидеть в ушах. Я прям, если честно, вообще, блядь, не капли себе решал заказать, но все, никак руки не доходят. Больше не буду в этом говне сидеть, серьезно. Вот башка просто идет вот так вот, круглая-круглая-круглая, прям такая вмятина и опять... Я серьезно, это прям в жуть. В детстве это место у всех мягкое, оно не из-за наушников. Он сказал, за наушников. У меня у самого вмятина три на черепе сзади, потому что у меня чувак, который меня вытаскивал, он тремя пальцами меня тянул за голову. У меня вот здесь, короче, три точки от пальцев на башке сзади. Дурачок какой-то, блядь. Блин, господи, я вообще не понимаю... Мне донатили, когда я был в отъезде. Блядь. Я же не заводил стрима с отбором стримеров, но они мне в оффлайн накидали своих стримов. По стримерам будет отдельный стрим. Я заведу его, скажу, вот сегодня вы донатите, и мы будем это в онлайне смотреть. Нахрена мне в оффлайн ваши ссылки. Че, я в свободное время, что ли, буду это смотреть? У меня бы минимальный донат бы стоял намного больше, а то за 100 рублей каких-то бородачей смотреть, 30-летних, которые в игрушки играют. Соски под майкой. Так, наверное, нельзя теребить сосочки, ребят. Блин, что-то сиськи опять расти начнет. Я реально набрал 5 кило буквально. Ну, то есть, казалось бы, я уже весил 82, сейчас опять 87. И забил на спорт из-за того, что плечо повело очень сильно, и я сейчас стараюсь его выправить назад. Я на смите, короче, обратную тягу делал. И как хрустнуло, бля, не рассчитал немного. Ну, вообще кошмар, я думал опять, короче, на полгода, блин, вылечу, уже собирался уезжать на целебные моря, там куда-нибудь в Таиланд. Но тут вот закрутил, завертелся, я решил вернуться, так сказать, чтобы в случае чего быть готовым, так сказать. Мяч сдулся здесь у нас, получается. Судяев выбросил, и мы ждем, пока найдут новый, да. Ну, нету на чемпионате Европы запасного мяча, вот нашли какой-то. А ты вообще знаешь про этот мяч что-нибудь? Лор какой-то, ты знаешь, как раньше, вот был Ротейро, там что еще было? Блядь, мне из-за Ротейро чуть яйца не отрезали один раз, это просто кошмар. Жесть. Да. Это самый худший мяч, у меня в сих пор ужасный. Такие флешбеки неприятные. Да, была подача, которую я прерывал, и мне прям по яйцам он прилетел, он, наверное, килограммов пять весил, это сраный Ротейро, и у меня все яйца распухли, стали фиолетовыми. Мне еще постоянно рассказывали, как одному чуваку вот с такого ампутировали яйцо, и я прям вообще там в шоке был. Слава богу, потом все нормально. Да уж. Я сегодня, кстати, вспомнил, как я съел деда. Была такая, ну она сейчас, наверное, есть чебуречная дружба, я уже рассказывал эту историю, но тем не менее. Там повар убил своего тестя и сделал из него фарш, а мы постоянно с ребятами ездили хавать туда, и целыми днями там зависали, вечерами, после пар. И даже в те дни, вот когда ее как раз закрыли, там стояли копы, а мы наканули там покушали. И только потом из интернета я узнал, в чем была причина. Ну вкусно было хотя бы. Вкусный был дед, как пел. Да, да, да. Ну да, да, конечно. Ну нормально. Мне нравились там чебуреки. Да. Ушла эпоха, так сказать. Я здесь ни при чем, ребят. Я оказался жертвой ситуации. Ну ладно, хоть не собаку, так сказать. В смысле, ладно, я какую-то херню щел и ляпнул. Вообще, конечно, это ужасно. И это не повод смеяться. Ну вы из Швейцарии, чувак. Ну погуглите, погуглите. Илья Уэльс, это просто днище без Гиггс. Ну я уж не знаю, что ты вспомнил уж Гиггс какого-то. Гиггс там опять в каких-то скандалах по грязь, я слышал. То есть ему не хватало то, что он трахал жену своего брата. Он решил еще там чем-то развлечься. И снова под каким-то то ли следствием, то ли еще что-то. Ну странно себя ведет. Но это еще раз говорит о том, что не всегда футболист или там спортсмен, который тебе нравится, это хороший человек. Пример мы видим постоянно. Да, то есть я думаю, что и в чате сразу смогут вспомнить, когда хороший спортсмен оказывался просто свиньей по жизни. Вот кто тебе сразу вспоминается? Ну, наверное, Терри, я думаю, в первую очередь. Потому что он за Спартак не стал играть, что ли? Спартак? Ну да. Понял. А тебе? Дзюбы, конечно, дзюбы. Вообще, давайте пробежимся как-нибудь по спортивным новостям. Что интересного, что скандального, может быть, сегодня произошло. Сборная Нидерландов объявила, что не будет вставать на колени перед матчами Евро 2020. Уже Хорватия отказалась. Шотландцы сначала отказались, потом согласились. Причем матч против англичан. Встать на колено перед англичанами. Аршавин сказал, что ему больше нравится. Да, мне понравился коммент, что ты Макфраер сдал назад. Павлюченкова проигрывает в финале РГ. Ребят, честно говоря, в теннисе вообще не шарю. Вот, наверное, тот вид спорта, в котором я... Я знаю Павлюченко. Он до сих пор играет, кстати, в футбол. Кто такая Павлюченко? Причем вроде даже забивает. Что-то даже забивает. Мне нравился как-то теннис. Вот в детстве женский, да, там, то есть бегали такие... Девчонки в юбочках. Сейчас включишь, там, такие, блин... Должно быть что-то привлекательное в теннисе. Считаю, у тебя был Марат Сафин, красивый мужик. И приятно было иной раз включить, посмотреть на него, как он там то штаны стянет с себя, то ракетку сломает. А сейчас я даже не знаю. Мне кажется, неинтересно все это. Ну, у нас сейчас Медведев вроде обыгрывает топов всяких. Из-за этого подогрелся такой интерес к теннису. Дмитрий Анатольевич Медведев? Ну, естественно, да. Хороший был президент. Майкл Наки переехал в Грузию. Последнее, что я слышал, что он подкатывал к моей большей девушке. Может быть, она тоже теперь в Грузии? Я не знаю, просто чем закончился, спешно это все прошло или нет. Ты давно был на футболе последний раз? Да, на матче открытия нового динамовского стадиона. Это было 2 или 3 года назад. Ну, я в свое время уже находился. У меня сейчас футбол по телевизору интереснее смотреть. Я ультра Кузьмич. И у меня как-то, знаешь, эволюция прошла так. Я сначала ходил на фанатку на все матчи. Даже на выезда какие-то ездил. Потом, короче, мне надоело стоять и ни хера не видеть. Потом я пересел на сектора Кузьмичей. Потом вообще, когда деньги появились в VIP-сектора. Потом я решил, что легче вообще не ходить никуда и по телеку смотреть. А мы в Баку сейчас находимся. Оказывается, я даже не знал, где матчи-то проходят. Как можно не узнать лучший стадион в мире, пишет Вилат. Я, честно, вообще... Привет, Вилат. Я, честно, вообще... Не знаю, какое у тебя с ним связано такое воспоминание, что он стал лучшим в мире. Я не знаю, вроде Вилат не похож на азербайджанца. Хотя носом... А там не было финалов в случайной Лиге Чемпионов? Матч, Челси, Арсенал, финаль Лиги Европы и люди, бегающие на поле. А, я помню, тогда еще скандал был. Что Мехитаряна там уже мог в финале играть. Или играл. Я, честно, вообще даже не помню. Он отказался, по-моему, ехать, потому что там какие-то угрозы были в его адрес. Ну, я опять-таки сказал уже, что политический момент я не хочу затрагивать. В этой трансляции. Но уже много недовольных относительно того, что и Уткин вчера высказался. Мол, все вот эти вот истории с аккредитациями. С тем, что кого-то не пускают. Кого-то, кого-то там... Вот, например, сборная Армении. Она же не самая слабая сейчас. Если бы она пробилась на Евро. Как вот это бы все регламентировалось тогда? Тоже непонятно. Ну, ладно. Я вообще за то, еще раз повторюсь, чтобы либо в двух маленьких или средних странах проходил чемпионат, как было с Польшей и Украиной, например. Либо в одной какой-нибудь большой великой стране, как в России, например. Но вот такое вот размазывание по всей Европе и даже Азии, это как бы непонятно абсолютно. Конечно, никто не мог предположить тогда, что еще и ковид будет, когда все это выбиралось. Но мне кажется, вот в текущих реалиях можно было бы переиграть по-быстрому и отдать чемпионат Европе какой-нибудь одной стране, например. Ну, где ковид-ограничения не слишком жесткие. Был бы праздник футбола. Неплохой розыгрыш, домашняя заготовка, удар, гол. Это гол, это кефир, это кефир, это кефир, 13 номер. Кефир, слушай, ты, ты пророчил, вот. Да, я в чате спойлер сломил, кефир 74 минута. Бля. Да ладно, я шучу, я не сломил. Молодцы, ребята, не спойлер, это вообще, но я предрекал. А материться вообще можно или нет? Нет, нет, я тебя выкину сразу, выкину. Лучше не ты. А можно, пожалуйста, материться? У меня тут мама сидит. Ну, вот какая у тебя мама шалунья. Белка, зебра, 100 рублей. Илья, осенью сезон фигурки начинается. Можешь тоже будешь комментировать? Ненавижу фигурное катание. Фигурное катание это кал, ребята, это кал. Вот, фигурное катание вообще не нравится мне. То есть, если бы просто показывали, как там Загитова ходит туда-сюда, то это был бы нормальный контент. А смотреть, как они что-то там прыгают, это мне не нравится, знаете ли. Вот это не интересно. Кстати, мне тут знакомый присылал фотографию, что баня, в которой я регулярно хожу, в ней была Загитова. Причем в той же самой бочке, в которой я регулярно откисаю. Мы даже с лаской в ней писюнами столкнулись. А потом, может быть, и даже на следующий день в ней плескалась Загитова в этой бочке. Так что, таким образом, можем сделать вывод, что... Хотя, ладно, я не буду никаких выводов делать. Все, ребята, хотите, покажу, зачем я вообще столько времени всрал на вот эту вот Бэху. Кодовое название, проект Михалин. Наконец-то есть чем возгордиться. Наконец-то вынули коробку из аварии. И можно увидеть первые кадры. Вы охуеете. Ну, я на ней совсем немного поездил, но вы поймете, почему я вообще занимаюсь этой ересью. Даже вот по этому кадру. Посмотрите, малый. Просто посмотрите на это дерьмо. Так, ладно, я не знаю, что парни там дальше сказали, но я думаю, вы поняли, почему вкинуто столько бабла. Блядь, просто посмотрите на этого ебаного монстра. Это В-12, пацаны. Это В-12. Как она жжет. Ладно, посмотрим, посмотрим. Она все равно далека еще от завершения. Но я думаю, я быстро доеду до... Фух, как забыл уже, куда я там собирался. В Егоревск, по-моему. Я все проверяю, есть ли у меня запахи или нет. Я второй день чувствую себя дико простывшим. Мне кажется, не все так хорошо. Потому что уже все заболевают. Кто по второму кругу только что списывался. С еще одним знакомым, который подхватил. Будьте осторожны, ребят. Здоровья вам. И в прошлый раз я прям предугадал вот эту волну дичи. И сейчас уже ходит слух, что не все так хорошо. Поэтому всем здоровья. А сейчас будем смотреть матч Дания-Финляндия. Дорогие друзья, Дания в Финляндии. Пиво открыл, безусловно, жатецкий гусь. Решил, так сказать, тряхнуть стариной, купить гуся. Сто лет не пил. Это пиво хуже слабительного, честно вам признаюсь. Но решил вспомнить молодость. Лучше бы и не пил. Согласен. Но ничего не поделать. Жара стоит. У меня температура 39. Мне кажется, пиво, особенно дешевое, плохое пиво, зайдет в самый раз. Я даже не сомневаюсь в этом. И состав финнов. Лукаш Городецкий, Юка Райтала, Ери Уронин, Йоанна Тойвио, Робин Лут. Что, блядь? Человека зовут Робин Лут. Это не лучшее имя. Извините. Робин Лут из Миннесоты. Играет в МЛС за Миннесоту. Никакого фигурного катания, малый. Фигурное катание – это отстой. Я не говорю полный отстой. Я немного смирился, потому что все-таки я узнал, что есть реально симпатичные фигуристки. Но на самом деле, как только фигуристки перестают быть похожими на 14-летних девочек, которые меня, естественно, не интересуют как мужчину, а становятся такими приятными женщинами, и они перестают прыгать в восьмерные фортеля, и их тут же выгоняют куда-нибудь. И говорят, уходи, ты больше не нужна. И берут очередную 14-летнюю девчонку, которая там просто в силу своих физических особенностей может крутиться и вертеться. Там прыгает какая-то пожилая женщина, такая, знаете, она все время на третьем месте после школьницы, такая пожилая женщина. У нее еще были фотографии в журнале «Максим», я не помню, как ее зовут. Да, тиктокышева. Гном-гномочек красивый. Очень красивый гном-гномочек, конечно. У России только три союзника. Нефть, Путин и гном-гномочек. Блин, интересно, как гном-гномочек научится говорить. Он расскажет нам что-нибудь интересное. Так, Робин Лут, восьмой номер. Мы за ним последим пристально. Будет ли он отбирать то, что налудил, у бедных отдавать богатым? Я прям пристально слежу именно за восьмым номером. Жаль, вот я жду, когда футбольные технологии дойдут до того, что можно будет прям выделять, знаете, точкой футболиста и прям подсвечивать его для себя. Согласны? Мне кажется, было бы очень удобно. И Робин Лут получает желтую карточку. Я даже кнопку нажму, потому что Робин Лут должен, так сказать, ознаменовывать, что-либо. Не знаю, матч мечты, вот Россия, Украина. Я надеюсь, что мы встретимся в финале. Да, согласен. Ну, скорее всего, встретимся как раз-таки. Я думаю, что мы сейчас две сильные. Чемпионаты СНГ через пару лет. Я шучу, конечно. Нет, на самом деле, я вспоминаю вот эти баталии Спартака и Киевского Динамо, на которых я рос, на Кубке Содружества. Это было прям супер топ. Типа, мне не хватает этого. А матч, над которым я плакал, как маленький, у меня до сих пор психологическая травма. Мне кажется, наше поколение выросло таким озлобленным из-за того, что Филимонов в ворота закинул мяч. Возможно, у нас бы сейчас не было никаких. Ведь на том матче даже Владимир Путин сидел. Может быть, из-за этого все так плохо. Понимаете, как бы у нас в отношениях и вот эти все проблемы территориальные именно из-за этого момента. Но я виню во всем Филимоновых. Судья, знаешь, кого напоминает? Видел фильм, где мужик постоянно орал на барабанщика какого-то? Я не помню, как фильм назывался. Мразь, по-моему. Мразь. Он называется Whiplash, по-моему. Или Мразь, да. Вроде Мразь, да. Одержимость называется, прошу прощения. Он Оскар, кстати, получил за него. Но мы все любим этого актера, конечно, за другую роль. А, Джона Джеймс. Спайдер-мен. Да. Блин, короче. По-моему, он идеально сыграл, кстати. Да, у него должна была быть главная роль в фильме Терминатор Дженесис. Там первоначальный сценарий был про детектива, который, типа, расследует убийство копов в 80-каком-то году. И вот он играл этого детектива. В итоге весь фильм превратили в какое-то говно. Потому что, ну, там, какая-то компания, которая PG-13 хотела, купила права. Или там в итоге сделали нормально. Ну, я не помню, короче, говно превратили в фильм. Он там появляется на 15 секунд вместо главной роли. В итоге непонятно зачем. Джей Кей Симонс. Ну, видимо, они сменили вектор. Так, снова, снова какой-то шухер опять кто-то по лицу получил. Ой, блин, там, по-моему, вообще сознание потерял. Слушай, он на язык запал у него, по-моему. Зовут еще дополнительную медицинскую бригаду. Специально встают датчане так, чтобы не видно было, что происходит. Происходит реанимация. Сердце пытается завести, ребят. Реанимационные работы пошли почти там сразу. То есть, дефибриллятор был доставлен. То есть, мы знаем случаи, когда вообще дефибриллятора даже в скорой не оказывается. Здесь он был даже на поле. Поэтому, наверное, реанимационные действия происходили прямо на поле. Там фотку, кстати, скинули. Я не знаю, фейк или не фейк. Он за голову держится, пока его несут. Я не знаю, фейк или нет. Я очень надеюсь, что эта фотография реальна. Но, опять-таки, напоминаю. То есть, того же Фехера дважды приводили в чувство. И он все равно не выдержал. Ну, Анба, кстати, откачали. Ну, вот, блин. Гораздо легче вспомнить случай, когда все плохо закончилось. Из-за этого еще и такой негатив. Потому что мы все сразу вспоминаем. Мы как-то, блин, ну, конечно, это ужас был сам настоящий. Ну, зато все равно есть все-таки моменты спасения. Ну, может быть, это ужасно, то, что я сейчас скажу. Но хорошо, что это еще и Копенгаген. Потому что, я думаю, что не во всех странах, которые участвуют и проводят этот евро, могли бы среагировать так же. Ты понимаешь, о чем я? Да, да, понимаю, конечно. Все-таки очень на высоком уровне там все. И дефибриллятор буквально через минуту уже. Уровень жизни очень высокий. Это тоже, безусловно. Афейрус 100 рублей в 19.32 был донат, то есть на 32 минуте первого тайма. Эриксон не уйдет из интера. Он будет ключевым игроком. И Симона Инзаги, скорее всего, продадут за большие бабки кого-то из Хакими Лаутару. Я думаю, что Эриксон не будет ключевым игроком И Симона Инзаги, чувак. Но я понимаю, что в тот момент представить это было невозможно. Да, он не знал. Пятучко Ко 100 рублей. Жил в Копенгагене пару лет. Сейчас переехал в Хельсинки. Медицина в обеих странах просто кал. Звучит обнадеживающе, но мы будем надеяться, что ты просто не тот, кто может себе позволить дорогую медицину. Но, вроде говоря, стабилизировалось состояние. Сейчас, читая, вроде немного отлегло. Но выглядело, конечно, жутко. Не знаю. Видели, кстати, гадание Тарона Хованского? Попробую отвлечь людей. Я, честно говоря, офигел. Я хочу заказать себе гадание за 1000 рублей прямо на стриме у этого чувака. Восьмерка. Восьмерка монет и повешенный. Предательство. Предательство, да. Предательство ты один. Тебя все бросили. Потому что, в общем, это... Ну, похоже, у Хованского жил какой-то облом. Облом будет довольно серьезный. Крушение планов. И от него отвернутся даже близкие люди. И он будет, с одной стороны, заниматься всякими текущими делами в суете и непонимании того, что дальше-то делать. Я, кстати, вообще не представляю, что там у Хованского в жизни происходит. Я говорю просто вот как вижу. Попадает, не попадает. Не знаю. Кто следит, подскажите мне. Но вот справедливость... Странное сочетание. Странник. Это государство. Явно госмашина. И пятерка. Пятерка это все-таки, ну, желание продолжать жить. Желание продолжать делать то, что ты делал. А государство, похоже, все больше и больше... Стремно, что самый маленький срок за всю эту историю это пятерка. Судя по всему, Хованский, может быть, делает что-то такое, что вызовет, с одной стороны, неприятие его зрителей. И скажут, ну, ты мудак, чувак. Этого мало. Это дойдет до органов. И его органы будут прессовать. То есть его реально вгонят в какую-то проблему. И вот... В наше время на блогеров любят сейчас как-то дело какое-нибудь завести и так далее. Так, короче, мне жутко становится от просмотра этого чувака, потому что это 5 июня сейчас. То есть, ну, вы можете понять. Поэтому я либо предполагаю, что это какой-то знакомый, либо, может быть, какой-нибудь эшник подрабатывает просто гаданием на картах Тарона, тогда как он на работу ходит с такой шеведюрой. На тебя гадал? Нет, слава богу, я даже знать ничего не хочу. Ну, точнее, хочу, но мне пока тысячу рублей жалко. Да, ужасное совпадение. Оказалось, у Трушечкина уже был подобный инцидент. Он комментировал, когда Муамба стало плохо. Блин, ужас, конечно. Жизнь, конечно, я недавно слышал, ну, вот, в Италии парень умер на футбольном поле в матче, который был посвящен его брату, который умер на футбольном поле. Да, да, да. Угу. Тоже слышал об этом. Это полная жесть, конечно. Я отключу сабмод. Все-таки я думаю, что большинство людей адекватны и именно ждут, когда мы услышим какие-то положительные новости. Сейчас не будут писать жижу. Сейчас не время черного юмора, понимаете? Он остался 10 лет назад, позади. То есть сейчас уже все это выглядит ужасно. Давайте поддержим Кристиана фиолетовыми сердечками, что ли. А что мы еще можем сделать? Просто, ну, мы все переживаем очень и надеемся на то, что будет какая-то положительная информация. Еще она вот до сих пор идет только позитивная и хочется надеяться, что такое и останется. Что состояние не просто стабилизировалось, но и хуже уже точно не станет и только лучше. И Кристиан поправится. Потому что пока все выглядит настолько вообще по бюллетеням, которые выпускают в Твиттере и так далее, что хочется прям, ну, надеяться, что действительно в этот раз беда миновала, что она прошла мину. Конечно, вспоминаются какие-то события. Вот я помню, в Омске, по-моему, был хоккеист Черепанов. И тогда вообще не нашлось дефибриллятора. То есть мы, конечно, не знаем, что было с Эриксоном, но вспоминаются такие ситуации. Вот был бы дефибриллятор, возможно, парень был бы жив, да? Здесь, конечно, все отработали, все, я надеюсь, будет хорошо. И в дальнейшем везде, где бы ни проходил матч, футбольный, хоккейный, гандбольный, волейбольный, везде будет команда опытных реаниматологов. И если что-то с людьми случится, а нагрузки сейчас в профессиональном спорте очень большие. Плюс нельзя забывать, что здоровье в фоне вот этого ковида у людей лучше не становится. То есть многие переболевали там и так далее. Ну да, осложнение различное. Черданцев уже сообщил, что матч перенесли на завтра. Ну, я думаю, это правильно. Надеюсь, что информация будет положительная, и все выйдут на поле, и смогут уже, не задумываясь ни о чем, и забыв о кошмаре, который они пережили, отдавать себя на поле всех. Но насколько это возможно, конечно, после такого. Потому что, конечно, если бы это случилось при мне, я помню, когда мне ногу сломали с открытым переломом на футбольном поле, один чувак, короче, больше футболом вообще не занимался после того, как подошел ко мне. Он реально перестал, ну, просто приезжать. Сказал, нахуй, и все. Вот. Я знаю, что в ЛФЛ была ситуация, когда там вратарь столкнулся, у него селезенка лопнула. И, насколько я помню, тоже многие из ребят, кто ездил, тоже перестали ездить, вообще перестали играть. Понятно, что это любительское все, но, тем не менее, после такого иногда, ну, когда твой товарищ буквально на поле теряет сознание, непонятно, что с ним будет это. Хотя, если Чердак сказал, что будет, то не будет, то, возможно, будет. Все мы знаем прогнозы Жеоргии. А составы сборных тогда России и Бельгии уже можно озвучить. Я так понимаю, место левого защитника займет 38, 39 или 40, или 50-летний Юрий Жирков. А, ну, то есть мы вообще играем, то есть предполагается, что, видим, Фернандес и 40-летний Юрий Жирков будут покрывать весь фланг, либо опять у него там Забнин будет справа на фланге играть, и Кузяев слева на фланге. И Головин с Дзюбой будут отвечать за атаку. То есть, понимаете, малый? У нас есть два игрока атаки и девять игроков, которые будут торчать на своей половине поля весь матч. Ну, неплохой состав, как бы. Я предлагаю, что в следующий раз предполагаю, что и Головин не нужен. Надо выставить Евгеньева вместо Головина. Да и... Ну, пусть Дзюба впереди и сам зацепится. То есть, как бы, я не понимаю, зачем... Почему бы не воткнуть еще одного опорника в состав? Мне кажется, четыре это мало. Ты как считаешь? Четыре центральных опорника это мало? Знаешь, маловато. Немного маловато. Согласен. 8-1-1. Можно еще, кстати, Соболева в центр защиты поставить. Какая идея была бы. Он же любит эксперименты, в принципе. 8-1-1. По такой схеме решил играть Станислав Саламович сегодня. Но она принесла нам когда-то успех с испанцами. А кто будет? А, Мертенс... Это, получается, против Мертенса на место Камбара. Вы помните? Помните это известное противостояние, когда Капелла... Мертенс-Камбаров. Там Камбаров с задницы вообще не поднимался. У него в конце было лицо, как будто его... Я не знаю. Я не буду сравнения, но вы поняли. Он был измучен, так сказать. А сейчас 39-летний Жирков... Ну, можно понять. ...будет против... Но Мертенс тоже постарел, надо признать. Ну, Жирков просто будет... Я не знаю даже вот как. Мне интересно вот увидеть это реально. Как это будет смотреться? Можно поставить на этот матч. И я думаю, что шансы России безумно выросли только что. Потому что, ну, когда у тебя 8 человек в обороне, разве можно вообще проиграть? Тем более такого уровня. Конечно. Сэммонов, это же известнейший игрок. Да, кстати, новая новость появилась. Людей. Сабиб? Да, я как раз хотел сказать. Один борец, Владимир Владимирович Путин, любитель дзюдо, к сожалению, матч посетить не сможет. Но вот Хабиб посетит матч между Россией и Бельгией. Но он написал, приехали в Питер, вечером нереальный футбол ожидается. Ну, конечно, попасть на один из матча чемпионата Европы по футболу, это мечта детства. Возможно, Хабиб сейчас на моих местах будет сидеть, потому что мне просто без причины отменили мои билеты. Ну, ты разберись с ним. Желаю... Ты же помнишь, какие у тебя места были? Нет, я насладиться желаю просто Хабибу. Ты прийди на стадион, подойди к своим местам и скажи, у вас здесь не сидело, это мой билет, уходите, пожалуйста. Ну, не факт. Ну, слушай, ну, это не 100% информация, что именно Хабиб. Может быть, другие, может, кто угодно. На спортивном сайте уже есть новость, как в киберспортс.ру, известного стримера Сигала попустили на билеты. А, на самом деле, в последнее время, я не знаю, знаешь, об этом тренде, короче, блогеры дерутся с профессиональными. Какой-то Логан Пол там дрался с кем-то, потом его брат с кем-то дрался в Невезер. А, да, да. Не хочешь против Хабиба-то выйти? Ну, он же закончил, он не будет драться, но... Матч продолжится в 21.30. Что, настолько все хорошо, что решили играть? Черданцев вообще-то отменил матч. Ну, это ожидаемо, да. Ну, видишь, на табло было написано, что он продолжится. То есть, информация еще будет дальше. Я еще удивился, ведь Черданцев матч отменил. Ну, как обычно, прогнозы Черданцева. Эриксона везут назад, он будет играть. Так, ну ладно, это уже не смешно. Чердак написал в Твиттере, что Кристиан Эрикссон будет жить. Заткните его, пожалуйста, пусть он просто, блядь, молчит. Но, знаете, некоторым людям, мне кажется, стоит молчать. И вот Черданцев один из них, как и Губерниев, к примеру. Закажите какое-нибудь гадание на Тарова максимально негативное, так сказать. Вот, я так понимаю, там какого-то доктора нашли, он там из коммуналки вещает или что. Я без звука, я могу только превратить. Специалист в спортивной кардиологии, ну да. Мне кажется, зря вот они, им надо было прямо сейчас в студию выходить, где бегал бы вот этот, там, этот, Малахов там. Мне кажется, Малахов тогда уж, да, 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 да. Соловьев, Малахов там все. Что думает, там, я не знаю, Филипп Киркоров. Да, Ольга Бузова. Как ей тяжлось в эти моменты, тяжело ей было на это смотреть или нет. Позиция русских рэперов по данному вопросу. BTSD сидит, итт и активно поддерживает траулю морозей. Павел Техник пожелал лично расправиться с живодерками физически. Так, погодите, это что за чушь, блин? Причем здесь вообще... Где-то где такое пишут? В чате. Это на сайте УФА? Нет, в чате. На сайте УФА пишут что-то другое. Ладно, хорошо, ну, блин, настроение реально поднялось, и матч продолжает у Эриксон в порядке. Так не хотел, чтобы... Чего все ржут в чате? Там Соловьев. Там Соловьев. Я сразу вот зашел и сразу Соловьев. Так, и он опять про меня говно льет и про Хаманское. Да, он про Байдена. Пока что про Байдена, чувак. До тебя он еще не дошел. Чего он все... Да он все обиженный за Калитвинцу, из-за этой истории, я уверен. Так-то он ссылался на меня, что... Да, чувак, я так орал просто. Когда он решил поперечного попустить, он ссылался на меня. Я знаю, что он на самом деле хорошо... Да, да, да. Это на Эхе Москвы было, по-моему, если не ошибаюсь, да? Когда он твой пост на Sports.ru читал, сидел, говорил... Так, а Калитвинцев-то, вон, оказывается, какой человек. Как думаешь, карьера... Он футболистом, кстати, быть хочет. Я бы меньше всего вообще переживал именно за карьеру. Я бы переживал за то, чтобы вообще со здоровьем было нормально. Я думаю, денег он достаточно заработал. И рисковать уж точно не стоит. Я бы после такого на поле не ушел. Жена, я думаю, просто скажет... У него, тем более, сын родился три года назад, по-моему. Жена просто скажет, ты что, охуел, блядь? Какой тебе футбол? Да. Будет тренировать, скорее всего. Так, ну давайте посмотрим вообще линию, так сказать, на этот матч. Ну, слушай, я бы на Бельгию грузанул, наверное. Ну, болел, конечно, за наших, он ли. Но, блин, два, почти кэф. Мне кажется, вкусно достаточно. Ну, короче, мне выделили 30 тысяч на весь турнир, чтобы я заряжал. Но я сейчас не успел разобраться, там платежки во всем остальном. Не хочу ничего палить. Поэтому я, типа, заряжу сразу всю тридцатку, чтобы у меня 60 было. Ну, я считаю. Как ты считаешь вообще? Ну, здравое решение, но два коэффициента на бельгийцев. Слушай, ну, на бельгийцев кэф-2 это смачно достаточно, я считаю. Как вообще они могут не выиграть? Это что за херня? Ну, там видишь, из-за Дебриуина. Я вижу, что один расклад, только один расклад вижу. Хабиб спускается на поле, и там, я не знаю. Ну, из прогиба там, да, всех просто игроков Бельгии. Ой, какой неудачный. Ну, ты все равно будешь за Россию болеть, я думаю, в любом случае. Ты не сможешь отказать себе в этом. Да, да, да. Особенно, когда мои 30 тонн бельгийцев заряжены, я буду бы за Россию болеть. Ну, ты забудешь, ты забудешь во время матча, что ты ставил, и, типа, будешь радоваться, когда Дзюба забьет, там, третий, четвертый, там, покер. Очень буду радоваться. Я буду не думать, каким образом это вообще произошло. Кстати, пиво есть на трибуне, походу, алкогольное. Ну, может быть, да. В Питере. Да, похоже, что я на пиво. Да, пиво это моча, если бы просто, ну, лучше контролировали пьянство перед стадионом и пронос, ну, особенно болельщики Зенита, постоянно в анусе пронос. Вот знаешь, знаешь, что мне, вот, поразило немного, я был на финале кубка, сорян, что я перебил, вот, и мы, когда заходили, у нас были бутылки с собой, нам ничего не сказали, типа, ок, бутылки понюхали, там, все, проходите, типа, дальше. Так, второй тайм матча. Потом во время матча закидывали, просто, закидывали в ртаря крыльев бутылками, если что. Это жесть. Я охерел, если честно, от этого. Меня один раз знакомые пронесли на футбол тогда еще, то есть меня один раз абсолютно трезво не пустили, потому что сказали, что я пьяный, какие-то придурочные стюарды, но один раз меня пронесли друзья на стадион, и меня на обыске нашли пельмени в кармане, которые я зачем-то туда засунул, из пельменов, которые мы нажрались перед матчем, и они, ну, говорят, вытаскиваю все из карманов, а я достаю пельмени вареные, я их, видимо, на стадионе хотел доесть, и копы смотрят на меня. А что они сказали на это тебе? Говорят, ну, назад убираю, зачем ты достаешься такое вообще? Ну и да. Я бы отпустил тебя на их месте в этом случае. Так меня и пустили на стадион. Но это был на счет, типа, там, Торпеда с Сатурн, то есть, я был одним из десяти зрителей. Я, кстати, один раз, вот, чем до сих пор горжусь... Сатурн РЕНТВ, кстати. Вот, реально, с палочкой пришел, и он, молодой человек, не могли бы вы мне рассказывать, что происходит на поле, хотя бы в общих чертах. И я реально рассказывал деду, подробно комментировал, мне спасибо сказал за подробность, комментировал. Скал, что мне стоило бы быть журналистом даже. Вот, такой вот я хороший журналист. Смотрел, как вы, я не помню, с Ливаном, с кем комментировали, еще на Рутубе, когда это стоило... Ну, все, кто шел тогда на журфак, из пацанов, все хотели, конечно, спортивными журналистами стать, в итоге никто не стал. Кто спился, кто стал ханыгой, кто барыгой, кто вообще опустился и стал стримером. Так, наши пацаны не встали на колени, стоит обратить внимание, Black Lives. Нидерланды, кстати... У меня звука нет, я не знаю, свистели ли наши зрители, я осуждаю такое поведение, лично я всегда за, так сказать... Не, не свистели вроде. Ну и хорошо. Но наши не встали, но я осуждаю, я считаю, что надо было вставать, стоять и как бы показать, что мы против. Но я уже спойлер строял, бан, всем. Все, уже, Сань, можно не болеть. Увеличение денег, блядь. Я просто не знаю, как это можно вообще было устроить. Ну ладно, рад за тебя, что ты выиграл. Я просто не понимаю, это что за бомжара там? Ты накаркал, ты накаркал. Разве может быть игрок хуже, чем тот, который пропустил этот мяч в очко? Он что, вообще дурак, блядь? Я вообще не понимаю, как это, в принципе, возможно, этого идиота вообще никогда... Я понимаю, что мои деньги... Не, ну тут офсайд. Чувак, отмена, отмена, отмена. Но он чувствовал, что там офсайд. Все, это прекрасный наш центральный защитник, великолепный игрок. А, ну да, в Семенова. Боже, ну и... Блядь, ну да, сорян, сорян. Зари на его лицо, он как с мемов про этого Фила Фоддана или как это... Блин, не Фила Фоддана, это Фила Джонса, господи. Этот, Фил Джонс. Фил Джонс. Разве нет? Я что-то не знаю. Ну, видимо, новые правила, я не знаю, то есть... Это момент тотального позора, это момент... Ну, я не знаю, я... Это... Это нигде. Это нигде. Это... Я согласен, что Шунин отстой, а не вратарь. Но здесь-то я даже не знаю, он, наверное, вообще охерел, как-то этот чел. В очко мяч пустил еще и цепан. Но я повторюсь, по тем правилам футбольным, которые я знаю, это было офсайд. Либо я просто, ну, на повторе, в качестве 240p не увидел какого-то защитника, который был ближе к воротам, чем... Да-да-да-да. Видимо, фанаты вышли на улицу, решили праздновать. Чемпионат Европы, так сказать. Я думаю, что это семья Семенова вышла, так сказать, немного порадоваться. Россия! А, День России же сегодня еще. Да, гордость. Слово для гордости. Да. В День России проиграть мы не можем, не имеем права, поэтому мы выиграем сегодня. Мы хотим проигрывать и не проиграем. Тарган навешивает. Подачи. Ой, блядь, Шунин, Шунин. Чувак. Вот тут я не буду защищать Антошку. Это называется Антошка ладошки. То, к чему у динамовские болельщики уже давно приучены. Я понимаю, что мяч вылетал перед ним, что, в принципе, опять Лукаку не удержали. Но это просто плюс 30. Брошу прощения, плюс 60. Выбегал. Чувак, он просто отбил в ноги. Да, 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 да. Он просто отбил в ноги пятнадцатому номеру, который, по-моему, на замену вышел. Вы же жалкий игрок просто. Я не понимаю, почему я у тебя на 30 секунд звучу позже, чем я говорю свою фразу. Мы реально из-за этого перебиваем друг друга. Я тоже не знаю. Да, 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 да. Но мы поэвпиксим все к следующему стриму. Обязательно. Это НДД. Это НДД. Жирков, похоже, получил травму. Ну, я могу сказать, что хуже футбола в исполнении сборной России я не видел никогда. То есть я видел много позорищ. Я видел, как 7-1 Португалии проиграли. Такого убогого состава и такого бездарного футбола я вообще еще никогда не видел. Я бы предложил поменять тренера и перевызвать игроков. То есть прям по ходу турнира. Все говорили о том, что... А кого бы ты поставил? Черчесов исчерпался. Шалимова, наверное, нет. Да, да. Шалимов смотрится неплохо. Ребята, я понимаю, что в Серовле, что на этом чемпионате Европы Юрия Жиркова мог играть Уильяма Дефо, но я не уверен, что Уильям Дефо старее, чем Юрий Жирков. Вот в чем проблема. Да ладно. Это больно смотреться. Да, конечно, это больно. Это унизительно. Я не знаю, Хабиб должен быть недоволен. Хорошо, Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, приехал на матч. Такого он бы не видел. Да, он как будто знал. В смысле, как будто знал? Очевидно же было все. О чем речь-то здесь? Они еле ноги волочат. Я сейчас натурально говорю, посмотрите, они вообще не двигаются. Это просто смерть. Чувак, хочешь прикол? Да. На матч ТВ, знаешь, что происходит? Просто показывают студию, где Генич тусуется. Там есть счет, есть таймер, и они просто обсуждают без экрана. То есть, по сути, как мы сейчас. Да, да, да. В той же самой ситуации. Я интересно. То есть, они своровали идею просто. У них так же отваливались все трансляции, как у нас. Да, да, да. Телеманс. Ребят, я не знаю, насколько сильная сборная Украины, но я бы крайне не хотел, чтобы наша сборная выходила из группы, если есть перспектива играть с украинцами. Я бы предпочел, чтобы этого матча не состоялось, честно вам признаюсь. Но, знаешь, может быть, через пару лет мы будем готовы. Нет, нет, нет. Лучше в ближайшие годы вообще не надо. Нет. Отменят лимит, там, начнут финансировать футбол, там, отменят государственным финансированием. Лет через 120. Я с нашей страны еще буду поместить. Да и то не факт, на самом деле. Уйдет Черчесов. Можно, можно будет, так, знаешь, покатать на турнире ветеранов. Чувак, там, знаешь, будет как футурами. Там голову Черчесова, ну, типа, сделают, ну, как бы, положат воду в голову, и она будет тренировать состав через сто лет. Я думаю, что сейчас примерно то же самое, на самом деле. Мы же не видим тело под костюм. Короче, сейчас показывали, как Баринов и Семенов катились друг к другу в подкате, накрывая удары. Это было как будто зеркало замкнуло, знаете, так испуганные лица людей, бросающиеся под мяч. Но героически борется наша сборная, конечно, пытаясь спасти очко. Два мяча всего лишь. Да, пытаясь спасти хотя бы очко. Орлая 100 рублей. Саня Сигал, привет, хорошо комментируйте. Я специально, или я самой собой болею? Ну, здесь просто, видите, у нас нет возможности нормально комментировать, и что Сигал меня слышит на 15 секунд позже, и мы не можем синхронизироваться. Модератор 2.0, 100 рублей. Да, мы починимся. Спасибо, чел, спасибо. Это, 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 это ндд. На кресле одежду с отдыха так сложил, что она стала похожа на человека. У меня каждый раз сердце ёкает, когда я захожу. Мне кажется, что это кто-то сидит, блядь, в кресле. Трещу. Но разобрать завал все равно. Мне кажется, что же скинул в кресло одежду. Разобрать завал все равно не решаюсь, так сказать. По-прежнему каждый раз пугаюсь. Но не хочу убирать. Во Львове октоберфест. Но вела-то давно в чате, не видно. Он уже, наверное, под столом валяется. Хотел бы я быть во Львове в армии чемпионата Европы. Но для этого надо из миротворца, чтобы убрали. И стереть последние 20 лет своей жизни со всеми. Вы скажете. Может будет амнистия какая-нибудь. Да, украинцы, простите меня, пожалуйста, за всю херню. Прощаете? Скажите, да или нет. А детское пиво в сердечке. Мы навсегда решим этот вопрос. Вы меня прощаете. Я не прав. Будущее. В любом случае нашего футбола, ребят, есть будущее. Уволят этого Черчесова, выгонят. Следующий тренер, наверное, опять будет иностранец, либо Карпин. Будут доверять. И у нас растут вот реально в Динамо, например, Захарян и Тюкавин. Я реально верю в этих парней. Еще нельзя забывать, что есть Латцевич, к сожалению, который не смог, но обязательно когда-нибудь взлетит. То есть его где-нибудь. В ФНЛ он всплывет, забьет 50 мячей, перейдет в Барселону. А к тому моменту подрастет Пеняев этот из Чертанова. И, конечно же, невероятный Иван Сергеев из Крыльев Советов. То есть будет забивать и продолжать под 30 мячей за сезон даже в Премьер-лиге. И мы заживем. Главное не бухтеть. Сейчас главное смотреть на то, как Аздоев 15 минут обрабатывает мяч. И падает потом на жопу, а Семенов выпускает в Ачуку. И бьет еще отлично. Слушай, вот я бы Осинькина из Крыльев на полном серьезе сделал тренером сборной, потому что у нас молодежи умеют работать более-менее. Не обязательно. Ну, это Безрофлов неплохой тренер из Чертанова. Такой, типа, воспитывает молодежь. Она играет у него. Я бы Лысого из Сочи назначил. Мне кажется, он больше... Бразерс? Лысый из Бразерс вот в этом матче, до второй тайм, чтобы он в раздевалке поработал с парнями, так сказать. Ну, чтобы как бы движение, блядь. Да-да-да-да. Лично, лично с каждым. Конечно, конечно. Подошел бы там, сказал бы, ну, Дзюба, ну давай шевелись, так сказать. Ой, сейчас Симен. Я уже знаю, что наши забили. Сейчас Симен должен забить. Я уже знаю, что наши забили. К сожалению, я должен... Ага, окей, я не смотрю в чат, я верю, я верю. Я не могу не смотреть чат, я вижу чат. Семенов забивает через себя после подачи Головина. Смотрим, как это было. Головин подает, Семен... Так, это что он заебал? Слушай, жестко. Так, погодите, вы что в чате? А у меня забил. Стоп, мы разные, что ли, смотрим трансляции? Ты кого он забил? Че ты пиздишь, блядь? Через себя, через себя, не знаю. Пруф не будет. Никто не забил, ребят, 2-0. Один из худших стандартов в истории человечества. Погоди, но я чувствую, что, возможно, голым и пахнет. Караска на левом фланге прорывается. Караска может пешком, мне кажется, дойти просто до штрафной. Скорее всего, пешком он быстрее, чем все наши бегом. Но с этим ничего не поделать. Блядь, я что-то порвал с того, что Букин оформил этот риктопис. Да, Геннадий Букин не помешал бы, на самом деле, вместо Дзюба в этом матче. Ну, 2-1 будет, другая игра пойдет совершенно, конечно. Да, да, но я думаю, что будет, мы должны забить. Дожить, дожить, да. Не, я не хочу жить до того момента, когда мы забьем бельгийцам, потому что вечная жизнь мне неинтересна. Вот, смотрите, 80-ая минута. Вот сейчас Дзюба уже вообще, я не знаю, посмотрите на него, он держится за печень. Ну, сейчас пернет и умрет, блядь, сил нет никаких. Сколько можно, издеваться на человек. Не, ну, может, пенальти забьет. Не, 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 он как Стас Борецкий выглядит сейчас, посмотри. Он реально идиот ему хуёво, вот посмотри на его походку. Ну, замени его, ну, уже, ну, блядь. Вот сейчас надо. Ну, ладно, Дзюба, возможно, меня попустит, в последние 10 минут что-нибудь сообразит, в принципе. Ему физически силы не слишком. Хэт-трик, чувак. Да? Как в кожаном мяче, так сказать. Да-да-да-да-да-да-да. Вот что меня реально пугает, что Бельгия мёртвая абсолютно. То есть, ну, реально, ну, это остатки было увеличить. То есть, они ещё чего-то могут, но уже это не то. Вспомни, как-то, ну, против сборной Капеллы реально Бельгия просто рвала. То, что мы тогда 1-0 проиграли ещё, по-моему, Кокорин то ли в перекладину попал. Да, там молодой ещё Лукако был, я помню. Ну, у нас играл там Канунников. Я вот в сборную вообще не верил. Там был Канунников, Козлов, Ещенко. Это бред был, а не сборная. Просто позорище какие-то. То есть, я не знаю, Капеллы, наверное, так это под пивом набирал. Ну, Козлов вообще-то съел Криштиану Роналду, если ты не забыл это. Конечно, он съел его, конечно, безусловно. Рональд до сих пор, конечно, у Криштиана Рональда было бы на 3 золотых мяча больше, если бы его не съел Козлов. То есть, у которого многие сводили на 20-й минуте. Удивительно, как его Барселона не подписала тогда, потому что он же как бы в Реале играл в тот момент. И в Барселоне как раз вот проблема у неё была с Роналду. Надо было закрывать. Это лучший персональщик. Мэдисона, кстати, не взяли на чемпионат Европы. Я дико разочарован этим ужасным решением. Но Англия из группы, как всегда, не выйдет. Не знаю, кто у них там в этой группе, но они умудрятся обосраться максимально. А ты заметь, кстати, они всегда нанимают вот таких же Черчесовых каждый раз. Да, да, да. У них и играют такие же по линии. Самые бездарные. Я когда перечислял фаворитов, я не назвал только две сборные. Это Англия и Россия. Так, ну что ж, в центре поля мяч, пас на Лукаку. Тут дёргается Шунин вперёд. А ты добейся, вот добейся. А ты сам-то пропустил бы от Лукаку, наверное. Мне понравилось, как Антон Шунин сначала побежал вперёд, типа я перехвачу или что он хотел забрать. Потом побежал назад, потерял ворота и пропустил ближние. Фейспалмы бьют болельщики сборной России. Там фейспалм просто у мужика, который, в принципе, ну явно просто пришёл на футбол, чисто расслабится. И он думает, нахуя я потратил 200 евро. Ну я здесь даже не буду ничего говорить. То есть Дивеев, ну я даже не знаю, он просто изображал футболиста Шунин. Ну он даже и не пытается изображать ворота. Это пустое место абсолютно. То есть я не знаю, что здесь можно было ожидать. Как обычно, обосрались, но ничего нового. Я уже привык. У нас удар в створ есть хоть один вообще? По-моему, не было. Конечно, конечно. Ровно один и есть. Ну, собственно говоря, у Бельгии тоже всего 4 удара в створ, но Шунин отбил только один. Помнишь, может, в первом тайме был опасный момент. Да, да, да. Спасибо огромное за то, что провели со мной этот футбольный день. И будем надеяться, что следующий тоже, ну, во-первых, состоится. Во-вторых, принесёт меньше грустных событий. Сегодня всё-таки сборная России проиграла. И, конечно, вот этот ужас с Эриксоном, это был кошмар в прямом эфире. Прям сердце чуть не разорвалось, честно признаюсь. Еле-еле всё это можно было выдержать.